Послушал я вас, умные люди, и понял, что не случайно мы дискутируем в преддверии столетия революции. Тогда тоже октябристы, кадеты говорили, 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 а там пришел гегемон. И всех надел на штык, кто, конечно, это к вопросу об уколах. Вы думаете, уколы будут делать шприцом? Не-а. И вот пока каждый не понимает, что он с маской для штыка, в том числе сильно умные консерваторы, вы либералы. Ребята, воры будут воровать, болтуны будут болтать, профессора будут писать теории, спорить будут. До морковки на заговенье, пока не придется менять собрание сочинений на спички и хлеб. А которые поглупее, они просто выживают, они будут работать. Чего мы построили, чего мы не построили. Клептократию мы строили, строили и, наконец, построили. Называется власть воров. Можно ее, конечно, характеризовать как угодно, но в общем, идея о том, что главное, чтобы те забыли, она как-то и у губернаторов, и у начальников госкорпораций, которые помоложе по оторванию. Они просто выписывают себе там премию в конце, сидя на госкорпорации. Миллион долларов, пару миллионов долларов, они меньшими цифрами даже и не мыслят. Они кто? Капиталисты? Да у капиталистов за такие расхищения госбюджета, вообще-то говоря, человек вылетит вперед собственного визга. В этой ситуации наука и технологии, конечно, есть единственное, что нас может вывести в какие-нибудь приличные люди. Но и здесь я очень далек от того, чтобы взаимные битвы кланов друг с другом. Вы же один академик ненавидит другого, но один может до уха царя добежать, а второго уж давно никто не слушает, потому что они там у себя проворовались очень сильно в академии в том числе. Но выплеснут всех детей, которых только можно. Это точно, потому что создание этого же фоно. Ну, это просто клуб, как чиновники. Вот здесь поделили, здесь поделили, а всего же мало, а всех много. Всего на всех не хватает. И вот очередная группа бухгалтеров и финансистов увидела. О, академию еще не допилили. Привет, сейчас мы этим займемся. Как эти люди могут определить будущее науки? И до той поры, я не знаю, в наших специфических условиях. Нужен свой ли Куанью или Владимиру Владимировичу поменяться с Дональдом Трампом управляемыми странами. Путин на Америке был бы чертовски хорошим. Может, Трамп бы с нами, с нашим бардаком справился. И обязательств передали-то никаких ни у того, ни у другого. Нету рецептов, как это все безобразие управлять. При этом у китайцев, вот в них я верю, потому что они аккуратно скопировали наш опыт, они взяли, как люди торговые, чего там у американцев, совместили. В то, что мы восстановим ГКНТ, я боюсь, не поверю. А через 10-15 лет неисково будет. Новое поколение, шуршики, все распилить по карманам. А вот что китайцев это получится, верю. И именно поэтому мне так обидно за то, что у нас их так мало. А я почему-то по-прежнему оптимист. Продолжение следует...